Привет! Сегодня у нас обзор отеля в Шарм-эль-Шейхе Чармиллион Силай. Вот вам вход в него и сейчас покажу. Вот видите, указатель аквапарк. Аквапарк находится вот за этими зданиями у Гарденса. Смотрим. И рассказываю, что вам, что тут интересное. Во-первых, жители Чармиллион Силай больше не могут ходить бесплатно в аквапарк в Гарден. Стоимость аквапарка теперь 10 долларов для взрослых и 5 для детей. Вот это зона ресепшн. Вечером после заката это единственное место, где можно посидеть, выпить что-то. Здесь есть Wi-Fi очень плохой. В общем, больше никаких локаций, баров, работающих после заката нет. Только этот. Куда идет главный ресторан? Помимо этого ресторана, гости Силайфа могут обедать в ресторане Гарденса. Вечером тут места вообще практически нет, потому что все хотят посидеть, а посидеть получается, что негде. Вечером здесь также бывает живая музыка. Вот колоночка стоит. Вот и бак. На баре наливают спиртные крепкие пиво. Нету только вина. Вино вы можете выпить только на обед и ужин в ресторане. Больше нигде. Ни в Силайфе, ни в Клабе, ни в Гарденсе. Вино вам не нальют. Только в ресторане. Также вы можете пользоваться любыми барами на территории трех отелей. Силайф, Гарденс и Клаб. Территория отеля очень красивая, ухоженная. Вечером немножко комары. Берите с собой средства. Смотрим. Здесь лагунки, в них купаться нельзя. Вообще на территории этого отеля один бассейн. Но так как можно пользоваться территорией трех отелей, можно сказать, что три. Потому что в Гарденсе есть неплохой бассейн и в Клабе есть бассейн. Также можно вечером, если вам не хватило места здесь, посидеть. Можно ходить еще и в Клаб. Там уже приличный такой лобби-бар. И балкончик. И внутри можно посидеть. Анимация тоже, естественно, проходит и здесь, и в Клабе. И вы можете и там, и там участвовать. Также и в детский клуб вы можете в Силайф, а можете идти в Клаб. Анимация достаточно активная, но стандартная для Египта. Пляжем пользоваться можно и своим. В Силайфе нет понтона. Вход только с берега. И он, как для шарма, достаточно нормальный. Если вы едете с маленькими детьми, то этот отель настоящая находка. Потому что для деток тут можно заходить. Даже тапочки рекомендую, конечно. Но можно и без них обойтись, если вдруг у вас нет. А если вы хотите посмотреть рыбок, то вам придется идти в Клаб. Там понтон не очень длинный. Но очень красивый риф. Риф с стеной. Так, что еще? От аэропорта отель находится очень близко. В основном в него завозят первыми. Это начало бухты Навка. И здесь сейчас, это начало ноября, уже ощущается небольшой ветер. Но при такой жаре этот ветер переносится комфортно. Конечно, там с конца декабря тут уже будет сильный пиво. Здесь амфитеатр проходят, вечерние шоу. Шоу местные. То есть аниматоры организовывают те, которые отельные. Но красивые. Есть и танцы, и фокусы, и все на свете. Вот амфитеатр. Отдыхающие большинство – это украинцы. Есть в Клабе больше итальянцев, чем в Силайфе. Кто еще? Белорусы, казахи. Все стандартно. Вот бассейн. Бассейн хороший, чистый. Закрывается как аквапарк, так и бассейн в 5 часов вечера. Здесь бар возле бассейна. В принципе, мы уже неделю здесь отдыхаем. Мы отдыхаем в Гарденсе, а пользуемся территорией Силайфа, ну и Клаба. В принципе, отдыхом довольны. Немножко туговатый тут ресепшн. Знайте сразу, что если вы взяли рейс, который прилетает ночью, браслеты вам оденут не раньше 10.30, когда уже закончится завтрак. То есть, если вы прилетели, все равно. Вы хотите, чтобы у вас там был полный день. Это все… в этом отеле все это не прокатит. 10.30 одевают браслеты, не раньше 14 отдают номер. Тут это правило. Точно так же и чек-аут. Если у вас вылет поздний, то только продлевать номер. Вот у нас сейчас перенесли вылет. Мы ходили на ресепшн, узнавали, сколько будет стоить продлить номер. Продлить номер до 18.00 будет стоить 40 долларов. Здесь уже ветерок, может быть, меня не слышно. Настольный теннис. Очень классный бар на пляже. Но туда часто выстраивается очередь, так как всего лишь один бар. По питанию. Питание здесь есть и перекусы, и завтрак, обед, ужин. Где бы вы ни кушали, в Гарденсе или в Силайфе. Еда одинаковая. В Силайфе просто более красивая подача. Тематические вечера. В Гарденсе такого нет, но все по существу. Там чуть меньше выбор, но все вкусно. Еда нормальная, хорошая. Есть и мясо, и курица. С фруктами немножко беда. Но зато первый раз я встретила хурму. Среди фруктов. И она очень вкусная. Напротив остров Тиран. Затонувший корабль. Лежаков хватает всем. Если они на первой линии, то чуть дальше от моря вы все равно его найдете. Вот видите, люди купаются. Это все пляж Силайфа. В общем-то, Силайф и Клаб пляж не поделим. Вот где начинаются красные лежачки, это уже Клаб. Бар. В общем, если бы я сюда летела еще раз, я бы все равно выбрала себе Чармиллион Гарденс. Потому что ходить оттуда на море недалеко, и ты не пересекаешь никакие дороги. Но зато у вас входит аквапарк, что, конечно, развлекает хотя бы первую половину дня ребенка. Или вторую половину дня. Но если уж Силайф, то он тоже неплохой. Просто без аквапарка. Вот там вот вдаль, это понтон Клаба, которым вы можете купиться. В общем, хорошего всем настроения. Подписывайтесь на наш канал. Дальше будет обзор Чармиллион Клаб. Пока.